Полкила золотишка для сынишки. Полкила золотишка для сынишки. Фото. Кристоф Гато, Global Press.com Алекс Зверев. Все статьи автора. Из номера 047 за 5 июля 2019 года опубликована часть 33 5 июля 2019 года. Версия для печати отправить по почте. Нам предлагают отменить золотой НДС. По сути дела, единственный российский налог на богатство. Мажу маслом бутерброд сразу мысль, а как народ. Сатирическая пьеса про Федота Стрельца, удалого молодца приходит на ум при знакомстве с законопроектом, только что рожденном в недрах Совета Федерации. Он об отмене НДС при продаже гражданам золотых слитков, а также освобождении от налога на доходы физических лиц операции по металлическим счетам. Как уверяют сенаторы, новый закон повысит привлекательность народных инвестиций в золото и поспособствует дедоларизации банковских вкладов населения. Это тот нечастый случай, когда сенаторы абсолютно правы. У нас не только Центробанк конвертирует доллары в презренный металл, но и российские граждане в год покупают у государства около трех тонн золота в слитках. Платит в сегодняшних ценах по 2,8 тысячи рублей за грамм. А еще казна берет с покупателей 20% НДС, то есть еще по 560 рублей за тот же грамм. Но если гражданин захочет продать свое золото назад, то НДС государство ему уже не вернет. Получается форменная обираловка. По мнению одного из авторов законопроекта, зампреда Совета Федерации Евгения Бушмина, именно поэтому в стране не выстраивается очередь за желтым дьяволом. А вот, скажем, китайцы, у которых нет такого НДС, покупают у государства более 200 тонн золота в год, индусы более 160 тонн, немцы почти 100 тонн. Ну как не позавидовать? Чем же россияне хуже? Как утверждают Бушмин с коллегами, при условии отмены налога наши граждане всего за какие-то 3-4 года могли бы поднять личный спрос на драгоценный металл до 50 тонн в год или того больше. Вы как знаете, а я сенатору верю. Ибо даже на свою официальную зарплату в 7 миллионах 504 тысячах 135 рублей, декларация 2018, господин Бушмин способен каждый год покупать у казны по 2 килограмма 673 грамма желтого металла. На гире не хватит, а на гантеле вполне. Спросите, на что он будет есть, пить и вообще жить, если всю зарплату обратит в золото? Ну сдаст нуждающимся комнату или угол в одной из своих 4-х квартир или 2-х домов. Всего в декларации сенатора зафиксирована недвижимость площадью 9751 кВ. Метр. Или попробует таксовать на личном Мерседесе. Увы, Бентли недавно продал. На худой конец попросится на содержание к сыну тут, хотя и несовершеннолетний. Но, как пишут СМИ Ростова-на-Дону, Бушмин числится ростовским сенатором. Уже не первый год имеет регулярный доход в 1,5 миллиона рублей. Кстати, примерно такую сумму должен будет отдать казне в качестве НДС сам сенатор Евгений Бушмин, если вдруг решится вложить в золото задекларированные личные доходы. А где их взять у наследника? Но 1,5 миллиона рублей это больше полкила золота. Они и сынишки не помешают. Когда тут вырастет? Тем временем средний заработок обычных граждан, не сенаторов, в Ростовской области в прошлом году составил 29 599 рублей. Даже на годовую зарплату местный труженик способен купить лишь 127 граммов золота. А такими микрослитками российское казна не торгует. Возможно, читатель думает, что труд таким образом шутит. Ничего подобного в Минфине РФ и в правительстве инициатива сенаторов уже рассматривается самым серьезным образом. Финансисты сообщили, что источником основных финансовых вложений – в золото. Труд могут стать сбережения населения, которые, по разным оценкам, составляют около 4 ТРЛН рублей. В главном финансовом ведомстве страны также говорят, что золото сможет стать более удобным вариантом передачи наследства или сохранения денег при неблагоприятных условиях. Цифра в триллионах – это солидно, и намек прозрачный. Но давайте спросим, положа руку на сердце, для кого они так стараются. Все социологические опросы показывают, две трети населения страны не имеют никаких сбережений ни золотых, ни бумажных. И, наоборот, на 10% наиболее богатых россиян приходится 55-60% национального дохода и около 80-85% денежных активов граждан. В этих условиях куда более важным и нужным представляется другой законопроект об обнулении налога на минимальные доходы, которые получает добрая половина граждан трудоспособного возраста. Его инициаторы давно посчитали, эта мера сократит долю бедных минимум на треть, а компенсировать недополученные бюджетом доходы можно за счет повышения НДФЛ с более благополучных россиян всего на 2%. Для примера можно взять хотя бы соседнюю Эстонию. Там нет ни нефти и газа, ни золота и алмазов, но государство не берет налогов с ежемесячного дохода в 500 евро, то есть с зарплаты в 36 тысяч рублей в переводе на наши деньги. Но вместо этого нам предлагают отменить золотой НДС. По сути дела, единственный российский налог на богатство.